Здравствуйте, уважаемые зрители видеоканала Планета Дзюдо! Я Роман Карасев. Сегодня мы в гостях у Владимира Лешкова. Динамо, водный стадион. Прошла тренировка, учебное занятие. Вы увидите это в продолжении нашего видео. Некоторые моменты тренировочные. Ну а сегодня, во-первых, я хочу... Мы с вами давно не виделись. Хочу поздравить вас с тем, что вы защитились. Диссертацию защитили. Большое спасибо. Год прошел, да? Где-то полтора. Да, в мае месяце. В мае месяце прошлого года была защита. И вот в декабре... Расскажите, о чем диссертация? Ну, давайте так, друзья, в двух словах. Ну, во-первых, я очень благодарен своему коллеге Красеву, Роману Георгиевичу, за то, что мы с ним регулярно встречаемся на наших тренировках, встречаемся на семинарах. Очень приятное общение, очень приятная и полезная информация. Ну, да, действительно, в прошлом году, в мае прошлого года, состоялась защита диссертационного исследования на тему теоретико-методические особенности спортивной тренировки дизайцев-ветеранов с применением средств из кроссфита. То есть, идея этой диссертации была, собственно, остановиться на спортивном движении дзюдоистов зрелого возраста. Рассказать про спортсменов, которые либо ранее занимались дзюдо, самбо, либо другими единоборствами, либо тех, кто пришли уже в зрелом возрасте в додзю, встали на татаме, и которые поставили перед собой задачи такого спортивно-физкультурного характера – укрепить здоровье, получить какие-то прикладные навыки, ну, или, возможно, достичь определенных спортивных результатов, выступая на соревнованиях. Проблематика тренировки дзюдоистов-ветеранов в основном связана с тем, что отсутствует, скажем так, достаточно методическое обеспечение и тренерское обеспечение тренировочного процесса. То есть, они тренируются как-то сами, интуитивно. Кто-то из них пытается как-то копировать свою молодость, свои детско-юношеские годы, то есть, тот тренировочный процесс, к которому они привыкли, когда они были крепкими, быстрыми, сильными. Кто-то вообще не знает, как тренироваться, и смотрит на спортсменов более молодого возраста и опять что-то пробует, как-то копирует из их методики. К сожалению, такой подход абсолютно неприемлемый, потому что дзюдоисты возраста старше 30-35 лет уже имеют определенные физиологические особенности, особенности развития организма, которые необходимо учитывать в тренировочном процессе. Кроме того, возможно, особенно в наших условиях российских, достаточно непростой режим жизнедеятельности возрастных спортсменов, который ограничивает, в первую очередь, располагаемое время, которое не могут посвятить тренировочному процессу. То есть, тренировка должна иметь определенные особенности. В чем они заключаются? Вот мы в этой диссертации рассмотрели. То есть, тренировка должна носить развивающий характер. То есть, должна быть интенсивной, но при этом непродолжительной. То есть, говорить о 5-6 разовых тренировках в неделю, о том, что нужно делать, например, занятия утром, потом занятия вечером, как тренируется спортсмена в спорте высших достижений, ни в коем случае нельзя. Это 2-3, максимум 4 тренировочных занятия в неделю, скорее всего, 2-3. Но они должны носить развивающий характер. Почему? Особенности применения средств из кроссфита, кроссфит или высокоинтенсивный интервальный тренинг, он как раз позволяет достигать задач повышения своей работоспособности, спортивной работоспособности, за счет применения специальных упражнений, достаточно сжатые сроки, достаточно быстро готовиться к соревнованиям, если мы говорим про соревнования, или быстро восстанавливать свою форму. И мы в этой диссертации показали, как сочетать, собственно, специфические средства подготовки дзюдоиста. Да, мы продолжаем, у нас была небольшая музыкальная пауза. Ну и так, собственно, в чем идея? Что мы хотели показать в этой диссертации? Как соединить специальные средства, тренировочные средства подготовки дзюдоиста с современными технологиями подготовки спортсмена физической подготовки? То есть это так называемый высокоинтервальный интенсивный тренинг или кроссфит. То есть тренировка должна быть непродолжительной. Мы показали, что занятия могут проходить, ну, по продолжительности, там, 50-60 минут, до трех раз в неделю. Этого, в принципе, достаточно. Но они обязательно должны носить развивающий характер. То есть интенсивность определенных упражнений должна быть достаточно высокой. То есть должна моделироваться схватка, всякие эпизоды схватки. Одно из наших таких наиболее рекомендуемых упражнений это режим табата. То есть когда мы работаем в течение 4 минут, это как раз приблизительная продолжительность схватки как в супер-достиженческом дзюдо, так и в ветеранском. В ветеранском 3 минуты, 4 минуты. 4 минуты мы моделируем следующим образом. 20 секунд работа, 10 секунд паузы. 20 секунд работа, 10 секунд паузы. Это может быть простой набрасный, это может быть борьба за захват, это может быть борьба по заданию с различными режимами интенсивности. Это могут быть включения. Например, мы с вами 20 секунд отработали, 10 секунд отдохнули, дальше выполнили какие-то упражнения физической подготовки и так далее. То есть моделируя вот такой режим, дзюдоист достаточно хорошо в дальнейшем. И это проверено. То есть результаты эксперимента показали, что наши спортсмены относительно контрольной группы хорошо себя показали в тех соревнованиях, которые следовали за нашим экспериментом, за нашим основным тренировочным процессом. У меня вопрос сразу, Владимир. Результат, то есть диссертация понятна. Результат, то есть сама цель, это, наверное, создание какой-то методической литературы, которая может потом помочь преподавателю, да, тренеру вести такие занятия. Да, это планы, это планы. И еще нету такой, не выпущенной. Это, 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 ну, скажем так, то есть, да, то есть сама методическая разработка, она не, ну, не вышла, поскольку это отдельный такой, скажем, это отдельная задача, это отдельная работа. Но дело в том, что эта диссертация, она доступна в электронном виде. И планы тренировок, они идут в конце диссертации в приложении, поэтому там так и рассчитано, что никаких проблем, и пятая глава как раз посвящена вот именно методическим рекомендациям для тренеров, для спортсменов, то есть как строить тренировочный процесс, какие планы тренировок, какие тренировочные задания пробовать. Причем это не какой-то окончательный такой вердикт, то есть делаем так и никак по-другому. То есть каждый тренер, каждый спортсмен может индивидуально адаптировать к своим условиям, к своей тренировочной деятельности, к своей подготовленности, к тем задачам, которые он ставит. Выступает он на соревнованиях, не выступает и так далее. То есть все это легко адаптируется, легко применимо. В этом, собственно, я и вижу определенные такие положительные черты этой работы. Где-то порядка двух с половиной лет назад, наверное, где-то около трех, вы начали проводить такие открытые уроки и образовательные. Да. И я помню, здесь приезжал к вам на водный стадион «Динамо» Евгений Култин, старший тренер национальной сборной России. Да, национальной сборной России. Какие планы продолжения этих уроков? Что вообще у вас планируется на ближайшее будущее или перспектива? Да, мы обязательно будем продолжать продолжать вот эту такую программу вот этих семинаров, которую мы начали до пандемии периода. Затем, ну, по определенным причинам, к сожалению, пришлось немножко приостановить. Сейчас возобновляем и наш очередной семинар. По всей видимости, пройдет в конце апреля. Опять с Култином Евгением Львовичем. Значит, основная идея, которая будет положена в серии вот этих семинарских занятий, это рассматривать те или иные аспекты соревновательной схватки. То есть, такие наиболее, что ли, употребительные варианты или стили ведения соревновательной схватки. То есть, вот эта идея, она как раз направлена на то, чтобы помочь спортсменам, которые тренируются самостоятельно, тренерам, может быть, которые не имеют достаточного опыта с тем, чтобы подготовиться или подготовить своих учеников, своих дзюдоистов в сжатые сроки и к соревнованиям, то есть, вести соревнования. Или, если вы не ставите перед собой соревновательные задачи, то просто начать бороться на тренировках, чтобы тренировки проходили, в первую очередь, позитивно, результат настроения, вам это нравилось. То есть, когда вы выполняете упражнения, а соревновательная схватка – это специфическое упражнение, когда у вас получается, вы получаете определенный позитив, настроение, удовольствие, и вы видите какие-то дальнейшие перспективы своей деятельности, тренировочной деятельности. Поэтому серия этих семинаров направлена на то, чтобы, говоря простым языком, научить спортсмена бороться. Вы проводите занятия, еще раз повторим, на водном стадионе, это спорткомплекс «Динамо», да? Да, «Динамо» можно занять. Немножко расскажите, с кем вы проводите занятия, какая категория людей, их уровень квалификации и так далее. Значит, у нас группа, ну, деятельности древнего возраста и молодежь в том числе. То есть, у нас есть ребята в возрасте 16-18 лет, молодежь 20, где-то 24-25 лет, и спортсмены, деятельности в возрасте, ну, старше 35. Уровень разный. То есть, это есть и начинающие, это есть и спортсмены, которые имеют спортивный разряд, и в том числе и мастера спорта, и которые достаточно успешно выступают как на российских национальных соревнованиях среди дидейцев и ветеранов, так и на международных турнирах. Условия здесь, в этом дворце спорта, позволяют проводить тренировочный процесс круглогодично. У нас в нашем распоряжении два татами, два ковра, два татами 8 на 8, места достаточно, зал хороший, современный, проветриваемый, раздевалки, душевые, то есть, все на современном уровне. В спортивном комплексе имеется также тренажерный зал, бассейн, поэтому все условия для тренировок здесь созданы. Тренируемся два раза в неделю, и плюс у нас есть еще возможность занятия у наших партнеров в Химках, это спортивный клуб Олимп, там мы занимаемся, дополнительные занятия проводим по субботам, там также специализированный зал, все удобно, татами, все современные условия все есть для полноценного тренировочного процесса. Владимир, спасибо за такое экспресс-интервью, ну а те, кто живет недалеко от водного стадиона, или в Химках, или вообще, кто желает развить свои знания, навыки и умения в области джюдо, и вообще в области физической культуры и здоровья, пожалуйста, приходите. Да, все на тренировках, Роман Георгиевич, еще раз большое спасибо. Спасибо вам, уроки. Все всегда готовы. Встретимся в нашем зале. Спасибо. Всего доброго. Удержание, различные виды, перемещаясь по часовой стрелке, если начинать справа. Значит, эта комбинация, она имеет несколько вариантов, ну, мы давайте вот один посмотрим такой. Медленно сначала разберем. То есть, начинаем с удержания сбоку, с сокотами. Этим дальше мы отпускаем руку, и, да, он делает партнер попытку ухода. Здесь мы переходим, давайте обратим внимание, сбоку, вот делаем вот такой захват, да, замок. Берем, затягиваем пол его в куртке, тиману, и прихватываем, вот здесь фиксируем запястье. Дальше отсюда выходим на удержание кузырой камешей фаготами, по диагонали. Это два. Затем здесь, оп, опять вот так вот открываем, и он опять начинает переходить, мы перехватили здесь, мы шли, перехватили удержание йокушей фаготами. Здесь, поперек. Затем переходим верхом. Оп, здесь, сюда. Перешли. Тут дальше он берет и захвативает, Денис, вот эту ногу мою. Вот он ее захватил, да, захватил, скрестил. Здесь отсюда мы делаем выход следующим образом. Мы отталкиваемся, поднимаем таз, заваливаем вот таким образом ногу, выходим и берем снова удержание к сагатанию. Работаем, выводим из равновесия под шаг, то есть мы двигаемся раз, два, три, четыре, постоянно раз, делаем удержание, два и три. Легко, 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 здесь без капитала. Ускорейте, еще, смотрите, без партнера. Шаг. Если мы делаем правосторонний заклад, начинаем с правой ноги, чуть от себя, раз, удержание, и два, и три, и четыре, и так до конца. Пахнем. Слышь, не можем, просто кладем, еще, на одноплечье, здесь мы захватим, обязательно ниже вот его сустава, здесь обычный штрите, и пошли, и раз, и два, и три, и четыре, и пять. Средняя полосатистойка. Два движения, два движения, раз, два, на трехом будет подворот, набросок через бедро, по шибурума. Движения, и раз, и два, и вот здесь движение, вернулись, вытащили. Перемещение, обычное наше перемещение, то есть идем с этой ноги, раз, два, там, там, вот таким образом. И тут мы работаем, под третий шаг, начинаем делать подсечку изнутри, коучи-карри, догоняем, коучи-карри. Медленно посмотрим нюансы, так, раз, два, вот два широких шага, нога к ноге, здесь под шаг, и чуть вбок движение, коучи, раз, движение, опять под шаг, и движение опять вбок, два, выше. Кстати, фронтальные позиции, у тебя, ассистент, чуть-чуть пошире будет держать ноги. Задание будет такое, нужно будет в обе стороны поработать, и в свою, в любимую сторону, и в неудобную сторону, по пять коучи, по пять коучи, пять подсечек изнутри, пять зацепок изнутри. Начнем с подсечки изнутри. Итак, значит, смотрите, заклад мы тут не берем, смотрите, я тут просто положу, чтобы у вас свободнее работало тело, свободнее работали бедра. И начинаем коучи, подшаг, движение изнутри, мягкое движение изнутри, мягкое движение изнутри. Ваш раме такой, как только вы вывели ногу, почувствовали, что у вас партнер в руке потерял равновесие, сразу движение вниз, толкаете бедрами, бедрами сразу вниз, и мягкое падение, обойтимое падение, и движение. подходит, и раме, подходит, подходит. Водоимённая стойка. Право-направо, лево-налево. Второй заклад. Колчи-колчи. Давайте с вами начнём. Первое. Проводим именно этот вариант заведения сначала. То есть по нескольку раз мы с вами сделаем. Оп! Развернулись, разрезали. Задача наша с вами выйти в ногах-ноге. Мы начнём потечь изнутри колчи. Поэтому здесь отсюда. Оп! Задача выйти в ногах-ноге. Разрез. Да, разрез. Поэтому несколько раз. Дальше. В ногах-ноге выше. И вот тут жадковременно будет такой момент, когда у УКЕ нога будет разгружена. Значит, металлическая рекомендация такая. УКЕ. Не стойте плотно, очень плотно на пятках. Не загружайте правую ногу. Потому что Тори, выполняющий этот приём, у него, естественно, желание, стремление выбить вашу ногу. Он будет это делать достаточно расчувствовать. Такой. Тум! Звук. Достаточно энергично. И многократная жёсткость соприкосновения стопа к стопе. Ну, будет неприятно. Может быть, травма подниму ногу. Такой. Такой. Заклад. Правой рукой. Ториде. Желательно держать чуть-чуть получше. Вот тут. Такой. 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 В первую сторону, куда пойдёт нога. Выбивайте. И давайте по классике поработаем. То есть чуть в сторону. Можно выбить под себя и зацепить. Но это делается немножко другим образом. Итак. С броском. Завели. Оп. Сюда. Чёрт. Да? Встали. Подвигали. Сделали. Раздвижение. Оп. В ногах надеваются. И. Оп. И зацепить. Получится. Значит, этот вряд выполняется тогда, когда снова вы потащили. Сделано движение заведения за себя. И получилось так, что у вас ваш партнёр или соперник в схватке чуть шире, дальше сделал шаг правой ногой. И у вас получилось положение, что ноги раздремённая нога. То есть правая близко к левой. И в этом случае нам удобно выполнять зацепку внутри. И тем более, когда он после этого рывка провисает назад. Стоит на пятке. Вот. Завели. И оттуда. Вот она нога. Небольшой подшаг. Руку здесь лучше перекладить. Взять за спину. И вот она. В позициях. Право-направо. Лево-налево. Право-направо. Начинаем с вами. То же самое движение. Заведение за себя. Немножко за спину. Разрезаем. И тут мы начинаем. Я вроде бы чувствую, что он стоит у меня назад. Я начинаю работать. Сначала показываю коучин. Отшагивает. Пум. Потом показываю коучин. Он опять отшагивает. Вот тут важно, чтобы он дал реакцию. Хорошо. И здесь смотрите дальше. Я делаю не рывок. Под Таятоши. Под переднюю подножку. Я начинаю уходить вот туда. В сторону. В сторону. Влево. В за спину. Разворачиваться. И видите, здесь у меня теряет равновесие. Делаю такой рывок небольшой. Сюда вниз. И он у меня теряет равновесие. Теряет равновесие. Подставляю ногу. Мягко бросаю. Тори выполняет атаку. У него бросок не получается. Таятоши. Рассмотрим первый вариант. Почему не получается. У него сработали руки. То есть. Вот. Хожу. Там он начал. Та-та-та-там. Начал там какой-то подворот. И руки у него остались сзади. Возможно, вошел в такую вот. В низкую позицию. Но бросить его не получается. Застыл. Замер он на месте там. Или вы начинаете переступать. В общем, у него позиция такая. Такая достаточно статичная. И может быть немножко тенденция назад. Замер. Что мы здесь работаем давайте. Вот он. Тан-тан-тан-тан. Пошло движение подножка. Раз. Я переступил. Удобное положение. У него не сработали руки. Видите. Вам удобно на него идти. Да? Еще раз. Броском. И. Оп. И вот мы здесь. Оп. И мягко, аккуратно перешли. Вот с романой. Давайте типа такое же заменение сделать. То есть. Вы сделали движение. Раз. Я почувствовал, что вроде бы он идет. Захожу под переднюю подножку. Он перешагит. 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 Да? Удобно под томой ноги. И туда же. Вот в сторону. Выполнение первичного броска. Выполняете заход. Зашли и бросили. И немножко в этом захвате. Вы попробуете получить приоритет. Вы приоритет. Вот сейчас приоритета нет никакого. Одинаково. Все сковали друг друга, как мы говорим. Атаковать достаточно сложно. Поэтому. Сделаем следующую нишу. Вот чуть-чуть. Вот так вы начинаете. Натягивать здесь. Отворотить. И буквально. Вот он держит. Но. Движение такое. Такое. Вибрация. Вибрация. Видите. Я заставляю. Держит наверху. Я заставляю, чтобы его рука сползла, 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 сползла. Видите. Все. В этом случае мне уже выполнять технику достаточно легко. Первое. И второе. Вот тут. Немножко. Вы ее покрутите. Эту руку. То есть. Разгоните. Раскращайте. И дальше. Простые движения. Сделаем. Покажем. Угрозу. На. Движение. Киза-гурума. Посечку. Пролена. Раз. Отсюда. Дальше. Толкнули. Выполнили посечку изнутри. Отсюда. И отсюда. Поработали. С посечкой. То есть еще.